Вести Карачаева, Черкесия Ремонт 16 многоквартирных жилых домов Республиканского центра запланирован на текущий год по программе капремонта. И в Тиберде проходит молодежный карьерный форум, направленный на развитие лидерских качеств участников и раскрытие их кадрового потенциала. Далее подробности. Государственная дума страны поддержала в первом чтении инициативу «Единой России» о начислении баллов, служившим в армии абитуриентам. Абитуриенты сейчас получают дополнительные баллы за интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. Реализация новой меры будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы, отмечается в пояснительной записке. Законопроект предполагает, что ребята, отслужившие в армии, могут получить дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в то учебное заведение, где нет военной кафедры. В числе законодательных инициатив партии также освобождение от НДФЛ, выплат нуждающимся студентам, организация инклюзивного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в оздоровительных лагерях, бесплатного проезда детских автобусов по платным автодорогам. На территории Карачао-Чикетии продолжается реализация программы социальной догазификации домовладений, предусматривающие доведение газовой инфраструктуры до границы земельного участка без привлечения денежных средств заявителя на основании обращения гражданина по факту подачи заявки на газификацию домовладения. На сегодняшний день всего поступило 3767 заявок на догазификацию, заключено договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям 3348, исполнено до границ участка 2914. В 1441 домовладении уже выполнен пуск газа. Для включения в программу социальной догазификации необходимо подать заявку через портал connectgas.ru или в газовом участке по месту жительства. Карачао-Чикетия вошла в перечень пилотных регионов новой всероссийской программы, которая призвана создать в стране настоящую экосистему по развитию молодежного предпринимательства. Участие в программе – это реальная возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными бизнес-сообществами. Программа благоприятно повлияет на повышение компетенции и расширение возможностей для молодежи Карачао-Чикесии. Кроме того, ее участники получат доступ к образовательной платформе, сказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что та заявка, комплект документов, который был направлен для участия в конкурсе по определению пилотных регионов, по реализации всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, программы и проекта Федерального агентства по делам молодежи, была признана одной из лучших. По количеству набранных баллов Карачао-Черкесия вошла в топ-5. По качеству проработанности заявки, по качественно подготовленному комплекту документов. И мы очень рады тому, что нашу инициативу поддержали. В первую очередь мы выражаем свою благодарность главе Карачао-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову за то, что поддержал нашу инициативу по участию в данном конкурсе. Ремонт 16 многоквартирных жилых домов Ресулбиканского центра запланирован на текущий год по программе капремонта. В 8 многоквартирных домах будет отремонтирована кровля, в 5 заменены лифты, в 2 проведен ремонт инженерных сетей и в 1 фасада. По данным регионального фонда капитального ремонта, в прошлом году в Черкесске соответствующие работы выполнены в 20 многоквартирных домах города. Напомним, минимальный размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт в Карачао-Черкесии составляет 5 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр. 77 тысяч человек обслуживает сегодня Черкесская городская поликлиника. Нагрузка серьезная, отсюда очереди в коридорах и проблемы с попаданием к врачу в назначенное время. Но все изменилось, когда у поликлиники появился в Черкесске еще один корпус. Построили его в северной части республиканской столицы, оборудовав по последнему слову медицинской науки и прикрепив к нему значительную часть пациентов. Информацию комментирует главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гогушев. Мы не можем перезагружать участки, тогда мы получим по определенным участкам, по определенным врачам, просто колоссальные очередя. Мы же избегаем в первую очередь эти очередя. Почему нам вообще нужно было это здание? Чтобы здесь мы не скапливали население, чтобы люди не сидели, не ждали часами в прямом смысле прием к терапевту. Чтобы помощь и плановая помощь необходимой населению оказывалась в кратчайшее время. Не затягивать это неделями, а по возможности в этот же день заявки или на следующий день мы могли это реализовывать. В связи с этим и были приняты все вот эти меры. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, оригинальным Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. На сегодняшний день в Карачао-Чикесии подтверждены 17 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 51 319 случаев с заболеванием. В настоящее время госпитализированы 23 человека. В общей сложности 195 находятся под медицинским наблюдением амбулаторно. Количество жителей Карачао-Чикесии, полностью вакцинированных от COVID-19, составляет 241 168 человек. Из них 1899 подростки и дети от 12 до 17 лет. Вакцинация детей и подростков проходит на добровольной основе на базе медицинских организаций по месту жительства. Подростки 15 лет и старше могут самостоятельно подать заявку и привиться, а контингенту от 12 до 15 лет для вакцинации требуется письменное согласие родителей или законных представителей. Сейчас в целом по стране сохраняется тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. В лечебно-профилактических учреждениях республики пока сохраняется обязательно масочный режим и ограничение посещения больных. При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные мероприятия будут дополняться. В Карачао-Чикесии будет построено и реконструировано 4 объекта по переработке мусора. В частности, в станице Зеленчукской мощностью обработки 35 тысяч тонн в год, в селе Пригородном мощностью 125 тысяч, в Аулии Кумыш мощностью 30 тысяч и в селе Первомайском мощностью 25 тысяч тонн. Эти мощности полностью покроют потребность региона в инфраструктуре по обработке отходов. Талантливая молодежь активно осваивает современные технологии. В Центре молодежного инновационного творчества республиканской столицы молодежи Черекеска обучают робототехнике, мультипликации и даже векторной графике. Мэр города Алексей Баскаев лично осмотрел креативные мастерские центры, а также пообщался с учащимися. Сегодня увидели, что действительно дети заинтересованы в работе этого центра, им интересно, они с удовольствием сюда ходят. Поэтому мы сейчас будем думать о том, как расширять услуги, как увеличивать часы занятий. Сегодня с руководством СМИТа мы именно об этом подумаем, как совместить все наши усилия, как привлечь управление образованием города, для того, чтобы еще больше и больше детей могло сюда ходить, посещать занятия. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачао-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? На эти и другие вопросы ответили специалисты центра «Мой бизнес» во время прямого эфира в центре управления регионом. Отвечая на вопросы земляков, они не только напомнили им об основных задачах центра, но и обозначили планы на текущий год. Подробности в комментарии начальника центра поддержки предпринимательства Беслана Карданова. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация, все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Благодаря соглашению между Министерством просвещения России и правительством Карачао-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыгихабль стартовало строительство новой школы, рассчитанной на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой современной и главной безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кохова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В России водители начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора. Раздел правил дорожного движения, посвященный сигналам светофора, запрещает проезд на желтый свет. Исключением может стать ситуация, когда невозможно остановиться без экстренного торможения и помех другим автомобилям. Штраф за проезд на желтый сигнал составляет 1 тысячу рублей. За повторное нарушение водителя обяжут выплачивать уже 5 тысяч рублей, либо его лишат права управлять транспортом на срок от 4 до 6 месяцев. При этом постановление суда можно будет оспорить, но только если получится доказать, что проезд на желтый был вынужденной мерой. Государственная автоинспекция информирует о том, что сегодня состоится прием граждан, который проведет временно исполняющие обязанности начальника управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Исмаил Шаханов. Комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по республике Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики! 10 февраля 2023 года в административном здании, расположенном по адресу город Черкесск, улица Кочубе, 174, состоится прием граждан, который проведет в Рио начальника управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Исмаил Тахтарович Шаханов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Футбольный клуб «Нарт» совсем скоро вернется в Большой футбол и будет играть во второй футбольной лиге. Этот и ряд других вопросов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкеси Рашид Узденов с президентом футбольной национальной лиги Наилем Измайловым. Особое внимание стороны уделили теме развития футбола в республике. Кроме того, рассмотрели вопросы об участии нашего футбольного центра в чемпионате юношеской футбольной лиги. В Тиберде проходит молодежный карьерный форум, который позволит развить лидерские качества у участников и раскроет их кадровый потенциал. В рамках мероприятия, который продлится до 12 февраля, пройдут интересные тренинги по таким направлениям, как саморазвитие, ораторское мастерство, эффективное управление имеющимися ресурсами, методы достижения успеха и развития востребованных компетенций. Зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять своими финансами и как не попасться на уловки кибермошенников? Об этом и многом другом слушатели узнают во время весенней сессии онлайн-урока финансовой грамотности, которая началась в январе и продлится до 21 апреля. В проекте Банка России могут принять участие школьники 8-11 классов и студенты колледжей Карача-Чикеси. Уроки проходят в режиме реального времени в учебном плане 23 темы. Отдельный блок онлайн-уроков посвящен профориентации. Ученики смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Часть знаний может пригодиться при издаче ЕГЭ по обществознанию. Сотрудники Музея Банка России подготовили уроки по истории денег, древние монеты. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты научат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Комментирует Магомед Биджиев, помощник управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаева-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dnitirfg.ru Музей памяти советского и первого черкесского профессионального композитора, члена Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусства Абхазской СССР, заслуженного деятеля искусства РСФСР, лауреата государственной премии РСФСР имени Глинки Аслана Даурова украсит фойе Республиканского колледжа культуры и искусств. Ранее музей находился в закрытом кабинете без доступа туда посетителей и не пользовался популярностью даже среди студентов. Министром культуры Карачао-Чикесии было принято решение о переносе музея в фойе колледжа, чтобы каждый посетитель учреждения мог познакомиться с историей Аслана Алиевича, его творческим наследием и личными вещами, переданными семьей композитора. Открытие музея в новом формате запланировано на начало марта. В образовательных организациях Карачао-Городского округа в рамках месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать» прошел ряд мероприятий, в числе которых шахматные турниры между девятыми классами средней школы номер 6, библиотечный урок «День памяти юного героя-антифашиста» в 4-й гимназии, а также конкурс «А ну-ка юноши». А в первой школе Тиберды имени Крым-Шамхалова учащиеся 4-го класса приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Вместе с тем среди учащихся 1-4 классов прошел конкурс чтецов на карачавском языке. Сегодня вечером во всех районах Карачао-Черкесии пройдут благотворительные концерты «Копилка Победы» в поддержку участников специальной военной операции. 11 февраля гостей курорта «Архыз» в Карачао-Черкесии ждет настоящий праздник музыки и спорта – традиционный фестиваль «Музыка в горах», который курорт принимает с 2013 года. Подробности у ведущего специалиста управления по связям с общественностью Кавказа РФ Марьяны Белой. В эту субботу на курорте «Архыз» будет по-настоящему музыкально-спортивно. У нас пройдет ежегодный фестиваль «Музыка в горах» от радио «Энерджи Пятигорск». Это наш давний партнер. Фестиваль они проводят с 2013 года. И пока нет даже мысли менять локацию, потому что, как сказал организатор, «Архыз» – это лучшее место на Северном Кавказе для таких фестивалей. И мы, конечно, поддерживаем. С 9 утра и до вечера на главной сцене курорта в поселке «Туристическом Романтик» наших гостей ждут эксклюзивные сеты от диджеев, танцы и конкурсы с призами. Будет весело, энергично, спортивно, музыкально. Ждем всех провести яркий выходной на «Архызе». Ну и последняя информация. Далер Савельев из Черкеска завоевал серебряную медаль на Кубке России в Саранске среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике в дистанции 400 метров. Далер является воспитанником Центра спортивной подготовки и спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, плюс 1 и на дорогах Гололедица. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Ритонирова. Дорогие друзья, я, Людмила Осипова, ведущая программы «Фолк-альбом Радио России», приглашаю вас к приемникам и цифровым гаджетам в субботу в 23.10 по московскому времени послушать концерт, посвященный традиционной музыкальной культуре Карачаева-Черкесии. Прозвучат песни в исполнении выдающихся певцов республики и зажигательной музыкой из репертуара ансамбля танца «Эльбрус». До встречи в радиоэфире! Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!